Так, вас глуховатенько немножко слышно. Так, как вас зовут? Меня зовут Наяля. Наяля, правильно. Мне 50 лет. Наяля, 50 лет. 60. 60? 60, да. 60. Немножко вас глуховато слышу, но постарайтесь погромче. Вы в наушники говорите, да, или нет? Да, да, в наушники. Так, хорошо, сейчас я давайте выключу комментарий, чтобы вас было лучше видно. Что с вами, Наяля, еще раз? У меня старея с 32 лет. Сначала я связываю с пожаром, у родителей старея в дом, мне прислали письмо, я получила письмо, и как бы стало не в себе. И после этого... А чье письмо пришло к вам? От мамы пришло письмо, что у них случилось это пожаром. Пол беременность сгорела, и в том числе у нас родной дом. Так, и после этого псориаз начался? После этого, да, на следующий день у меня появились очаги. Очаги какого размера и где появились? На ноге, на левой ноге и на левой руке. И левая рука, так. Голень. Что дальше? Что происходить? Ну, еще в это время у меня мужа уехала, командировка на учебу. Мужа не было рядом, да? Да, мужа тоже не было рядом. И я не могла ни уехать, ни помочь родителям. Угу. А у вас дети были просто, да, вместе с вами, поэтому вы не могли? Да, маленькие дети были. Три, три, пять лет. Три, пять лет. Так, отлично. Слушайте, а может без наушников у вас будет лучше слышно? Ну, просто так глуховато. Я думаю, что многие прислушиваются. Я ловлю ваш звук, но надо громко очень говорить, чтобы было хорошо. Давайте протестим, как без наушников. Так. Я хорошо слышу. Отлично. Ну, вот я так без наушников слышу вас гораздо лучше. Вы где живете, Найдер? В Тюмени. В Тюмени. Прекрасно. Сейчас в Тюмени, да. Тогда жила в Новокузнецке. После смерти мужа переехали обратно в Тюмень. Как бы к родителям. Угу. К родителям к вашим? Да. Это у которых дом сгорел? Да, да. А где они сейчас живут? В Тюменской области. В деревне. А я в Тюмени. Так, что дальше стало происходить в жизни? Вот 32 года назад пришло письмо. Дети были маленькие. А потом мы жили в бараке. Цариас у меня 6 лет был. Я лечилась всякими мазями. Потом нам дали квартиру. И в это же время как бы я поменяла работу на более лучшие условия жизни. И так же встретилась с лекарем. Не по интернету, а по телевидению. Там было мази, которые он сам делал. И ими стало лечиться. И через месяц у меня все прошло полностью. Что за мази-то были? Это был лекарь Артемьев из Томска, по-моему. Нет, из Алтая. Но он умер и не оставил, говорят, рецепта. Я больше не нашла эту мазь. На основе дегтя по граммам там продавали. Так, и сколько эффект держался от мази? Эффект держался 15 лет. 15 лет. Потом у меня умер муж. И на фоне этого стресса, видимо, опять снова у меня начал появляться псориаз. Потом через 3 года опять отец умер. И очень сильно вылез опять псориаз. И вот 10 лет, уже 11 лет, как он у меня держит. Где он сейчас? В какой области тела? Во всех, можно сказать. На голове, на локтях, на коленках, на ногах, на спине, на животе. А есть разница между левой и правой частью тела? Ну, чуть побольше, может быть, на левой части. На правой поменьше. Больше на левой. Что еще беспокоит? Тремор головы тоже после смерти мужа появился. Что невролог вам говорит по поводу тремора? Невролог сказал, это типа уже из-за возраста, ничем не поможешь. Слушайте, вам 60 лет. Что с возрастом? Так и не лечилась я ничего. Ну, то есть, на сегодняшний день беспокоит тремор и псориаз. Два симптома. Все остальное в порядке? Да. Как у детей дела? У детей? Одна не замужем, 35 лет скоро будет, 34. А вторая далеко от меня живет, в Крыму. А что там плохого в жизни? Жизнь в Крыму, что плохого? Ну, все хорошо, только вот муж выпивает, можно так сказать. У нее муж выпивает? У нее муж выпивает. У меня тоже так же было. Так. То есть, у нас последствия? Повторение сценария, что ли, я сама бежала после окончания института подальше, хотя могла выбрать в Тюмени, остаться. Уехала далеко, но Кузнецк. Как бы. А уехали на Кузнецк? Пьющий кто? По распределению, пьющий папа был, да? Папа, да. Ну, и мама тоже был. И мама пьет? И мама пила, ну, временами. Сейчас мама не пьет? Нет, маме 81 год, слава богу, все нормально. Ушло. Уже алкоголь-то он это не помеха, возраст вообще никак? Нет, очень давно уже, как бы, 60 лет не пьет. 60 лет. Хорошо, ладно. Зуд есть? Опять. Зуд, когда вот, я прямо совсем недавно ушла на пенсию, раздражители все ушли. И сейчас как бы более-менее спокойная жизнь. Нет, зуда нет. А кто раздражал на работе? На работе с начальником будет проблема. Хорошо. С чего начнем? С цириаза или начнем с тремора в голове? Цириаза, наверное. Цириаза, наверное. То есть он более вам интересен, чем тремор? Ну, тремор, когда я спокойно, он как бы мне мешает. А когда вот волнуюсь, он у меня появляется. Когда сосредотачиваюсь там. Ну, тогда это не возрастное, а нервное. Ну, наверное, да. Логично же, правильно. Не усердишь, если отлит голова трясется. К этому, ну, когда доктор, не знаю, что сказать, он придумает возраст или генетику. Два безупречных фактора, которые все объясняют. Да. Отлично. Хорошо. Кровопотеки есть? Нет. Цириаз сухой полностью. Как бы, ну, шелушится и все. Могущих, ничего нет. Где самое неприятное место, которое вам не нравится? Вот прям вызывает у вас ощущение неприятия. Неприятие на ягодицах, наверное. Больше этих. Когда вы это ощущаете, что на ягодицах прям неприятно? Когда сидите на них или когда что? Ну, когда начинает натирать, как бы, вот так, тогда. Ну, на стуле долго сидите натирать начинает или как? Ну, да. Ну, а так вы вообще его не чувствуете, правильно? Что у вас проблемы? Ну, так. Ну, немножко зуд бывает, когда вот, например, ну, стрессано как-нибудь. Чешется ягодица, зуд там? Или где? Нет, на локтях в основном. Хочется почесать их? Да. Почесать их хочется. Угу. Так. А пляж часто посещаете? Угу. Вот когда езжу с дочерью в Крым. Да. Да. Ну, и как на пляж сочувствовать? Ну, улучшения, как бы, нет. От солнца никакого улучшения нету? Ну, чуть-чуть есть, как бы, все равно там. Сохранения. Харанеля, ответьте на вопрос. Что для вас в псориаз? Ну, я много-много читала, это расставание. Нет, для вас лично что это? Для меня? Да. Что я чувствую? Как бы... Что для вас? У вас болезнь из семи букв. Вот для вас лично, значит. В вашей жизни. Как вы это воспринимаете? Непринятие себя, что ли? Ну, вот. Что вызываю отвращение, наверное. У кого? Ну, люди смотрят на меня, например. И я чувствую, что вот им неприятно. А если люди не смотрят на вас? Что для вас в псориазе? Ну, так ничего. Я уже привыкла к нему. Это понятно, что вы к нему привыкли. Но что он для вас? Болезнь. Неизлечимая болезнь. Ну, кто уважал. Видите, там мазью пользовались. Несколько лет не было. Все было прекрасно. Почему неизлечимы? Я надеялась, что вот уйду на пенсию, будет спокойная жизнь. И все у меня пройдет. Надеюсь, как бы. Ну, две недели как-то на пенсии. Так. Две недели не срок, конечно, да? Для того, чтобы понять, как она там на пенсии. Это раз. Еще не понимаю. Да. Но с другой стороны, что для вас в псориазе? Что это такое? Ну, как болезнь? Ну, вот вы стали говорить про отвращение, да? Это когда другие смотрят. А сами-то вы как ощущаете себя в своем теле? Ну, со мной мне тоже неприятно. Неприятно смотреть, что вот я какая-то не такая, что вот я некрасивая. Личная жизнь не складывается. Не то, что не складывается. Я избегаю. В 47 лет, как у меня муж умер, я не могу. Почему я избегаю личной жизни? Ну, как бы невозможно раздеться перед чужими. А когда муж был жив, как я себя чувствовал в личной жизни? Ну, тогда ты родной человек, там уже принимаешь всякого же. Это понятно, что родной и так далее. Но как вы себя чувствовали? И причем был псориаз тогда, когда вы были замужем. Ну, раздражалась, наверное, раздражение было на мужа. За что? Ну, выпивал. А это самое болезненное переживание из прошлого? Прошло. Ну, сейчас у меня нет на него никаких раздражений. Вспоминается хорошо. Это понятно, что вы вспоминаете хорошо. Но если вы будете вспоминать его пьянки, будет сразу нехорошо. Как-то не вспоминаются такие моменты. Ну, это вы не вспоминаете. Но ваша память об этом помнит. И отвращение к нему за его пьянки точно в памяти осталось? Никуда не возможно. Ну, вот вспомните. Отвращение к пьянке родителей у меня точно осталось. Вот сейчас даже могу вспомнить. А к нему почему-то все время не вспоминаю. Какая-то тема отвращения в вашем связи точно есть? Наверное, да. Только тут вы думаете, что люди к вам отвращение испытывают, когда вы на пляж выходите. Но на самом деле это чувство было присуще вам, когда вы видели запой родителей, и им было не до вас в этот момент. Вот какой возраст ярко вспоминается? Вспоминается вот лет 7-8, наверное. Не я, только нас много. У нас пятеро человек, пятеро детей было. Мы все боялись папу. Папа был пьяный, например, в комнате. А меня как бы выделял всегда, как любимая дочка называл меня. И сестра старшая. Мы, например, за печкой прячемся от него, а он просит пить воды. Дайте воды, дайте воды, например. И меня выталкивают из запечки. Вы какая по счету была? Давай, я вторая. Вторая, так. Ну, вторая. Ну, вот выталкивают вас из запечки, а папа пьяный. Как это чувство? Что я тогда ощущала, когда вот это я... Мне очень страшно, но я иду, иду к нему, даю воды. Мне страшно. Мне вот я сжимаюсь, даю, и он мне... Чего я боюсь в тот момент, когда я несу папе воды? Что он отругает меня? Что за что? Что не сразу ему подала воды? И что в этом плохого? Ты не сразу подаете. Что опасного в этом есть, что вы не сразу подали ему воды? Ну, просто страх был, что он такой громкий был еще у нас. Громким голосом. Кричал, что ли? Кричал, да. Дайте воды, дайте воды. Ну, вот папа... Да, дайте воды. Вот как вы сейчас чувствуете в этот момент, когда вы эти крики слышите, и вас выпихивают вперед, сестры? У меня все сжимается. Так. Где же сжимается? Плечи сходят? Плечи. Что я в коже чувствую тогда, когда это происходит? Когда я это вспоминаю? В коже? Угу. В коже-то я не чувствую. У меня вот... Это понятно. А вы попробуйте в коже почувствовать. Вот именно что в коже происходит в тот момент. Просто в детстве это была, знаете, программирующая стадия. Болеть не было. Она программировалась. А когда ваш мозг взорвался от того, что с родителями что-то ужасное произошло, это все манифестировало. Называется запускающая травма. А причина была глубже гораздо. Кожа. Кожа не чувствую. Не чувствуете, анестезийка. Давайте сейчас посмотрим. Мы пойдем по-другому. Сейчас регресс делаем вам. Я поговорил с вами. Мне примерно понятно, откуда ноги растут. Почему вы через кожу адаптируетесь к этому миру, который ужасный, вызывает в вас отвращение. И еще вы чувствуете себя уязвимой. Мир опасен, понимаете? Вот опасность, она прямо это ваша сильная эмоция, сидящая у вас в подсознании. Прямо она из ушей у вас рвется. Ну, это просто ощущается сильно. А кожа, это знаете, как наша целостность, как наша граница. И если мы чувствуем уязвимость, но стараемся это вот как бы выместить, потому что, ну, это же неприятное ощущение, то кожа очень часто подлежит разрушению целостности, для того, чтобы это скомпенсировать. И потеря родительского дома, это как потеря самой себя, своего тела. Подсознание это как символ воспринимает. Понятно, да? Ну, мы лучше пойдем от вашего тела, оно нас быстрее приведет в нужные переживания, мы с этим поработаем. Итак, представьте, что вы себе натерли ягодицы. Какое-то ощущение? Обрисуйте его словами. Неприятно, как бы, что кожа вот-вот порвется. Вот-вот порвется кожа. Так. Попишите еще точнее вот это ощущение. Вот-вот порвется кожа. Как что она ощущается? Сравните это каким-то образом, чтобы поняли все. Как тонкая ткань. Как тонкая ткань. Ну, Илья, задача будет очень простая. Вот это ощущение, как словно кожа сейчас порвется, зафиксируя собственное внимание, мы понимаем ваше прошлое, посмотрим, откуда это взялось. Я буду называть годы вашей жизни, а вы будете говорить, это ощущение остается в теле, либо нет. Заговорились? Поймали? Да. Скажи себе, мне 40 лет. Есть это ощущение? Мне 40 лет. Да. Мне 30 лет. Мне 30. Да. Мне 20. Да. Мне 10. Мне 5 лет. Мне 5 лет. Да. Мне 1 год. Мне 1 год. Да. Мне 1 месяц оживательного мамы. Ни 1 месяц оживательного мамы. Да. Ни 1 день оживательного мамы. Ни 1 день оживательного мамы. Да. Чего это чувство? Папина или мамина? Хочу сказать мамина, но папа приходит на ум. Папа как вашего звали? Наиль. Наиль. А сколько им было лет, когда вы родились? Ему 24. Скажите себе, я папа Наиль, мне 24 года. Как ощущения? Я папа Наиль, мне 24. Хорошо. Есть это ощущение по ровной козе? Или пропало? Кажется, нет. Нет. Маму как звали? Асия. Да вот как мама. Асия. И ей сколько было лет, когда она вас родила? 21. Скажите себе. Я мама Асия, мне 21 год. Я мама Асия, мне 21. Есть. Я Асия, мне 15 лет. Сия мне 15 лет. Есть. Еще сильнее кажется. Я Асия, мне 10 лет. 10 лет. Да. Я Асия, мне 1 год. Я 1 год. Нет. Пропало, да? Угу. Я Асия, мне 3 года. Я Асия, мне 3 года. Нет. Нет. 5 лет. Нет. 8 лет. 8 лет есть. Я Асия, мне 7 лет. Есть. Я Асия, мне 6 лет. Есть. Я Асия, мне 5 лет. Нет. У меня снова 6 лет. Я Асия, мне 6. Есть. Что такого 6 лет, мама, произошло? Асия? Что связано с этим ощущением? Маму отдали в другую семью. Много было детей. Отец не вернулся с войны. Он погиб. Она вышла замуж, бабушка. И ее отдали в другую семью. В каком возрасте? В 6 лет. В 6 лет отдали в семью. А какой это год был? Какой она года родилась? Ну, в 40-го. 40-го, в 46-й год, наверное. 46-й год. А бабушка замуж вышла в каком году? Второй раз. В 45-м, наверное. В 45-м. После войны. Мама вам рассказывала, что для нее было, когда ее отдали в другую семью, к тете? Ну, у меня очень такие воспоминания страшные. Ну, что было? Взяли ее. Тетя с дядей взяли. Дядя был очень скупой. Более зажиточный, чем бабушка. Она росла как бы не в бедствии, как папа, например. Ну, все равно этот дядя все жалел для нее. Вот взяли ее, как бы, это лишний род. Ну, хотя у них своих детей нет, но она всегда чувствовала себя, что она вот лишняя. Не нужная. Не нужная, да. Она чувствовала к себе от вращения. Ну, тетя ее очень любила. От дяди, возможно, да. Ну, вот это чувство, когда кожа лопнет, да. Вот с каким именно моментом передачи ее, так говоря, жизни ее в другой семье? Как вы думаете, Свято, как чувствуете, что в этот момент в голову лезет? Вот мне шесть лет начинается. И что я вижу в этот момент, когда я это чувствую? Она не хочет идти, ее толкает туда. Она не хочет, рвется обратно. Вот такое. Отлично. То есть меня отрывают от мамы. Отрывают, да. Отрывают от мамы. Отлично. Давайте поработаем с этим. Итак, я мама Асият. Мне один день я уже хотел своей мамы. Асият, я один день я уже хотел своей мамы. Как там ощущения? Хорошо. В этот момент представьте, что приходит к ней Бог и говорит, дорогая Асият, твоя жизнь не получится так, что твой отец не вернется с войны, мама выйдет второй раз замуж, и в шесть лет тебя дадут к тете. И тебя будут воспитывать хоть и родственники, но другие люди. Ты будешь оторван от своей матери, и тебе будет от этого очень больно. Ты будешь чувствовать себя брошенной, ненужной, одинокой. И на тебе еще дядя будет очень сильно экономить и считать себя, тебя лишним ртом. Но все это для того, чтобы именно в этот момент ты почувствовал себя абсолютно уверенной, самодостаточной, под защитой высших сил девочкой, которая воспринимает эту ситуацию как лучшее решение в своей жизни. Это для того, чтобы ты себя чувствовал всегда целостной, самодостаточной, и в твоей жизни все легко и просто складывалось. Это для того, чтобы у тебя к себе самой проснулся бы дар безусловной любви, и ты получал бы от этого удовольствие. И это для того, чтобы именно это ощущение передалось бы всем твоим потомкам, и они бы любили бы себя такими, какие они есть, и испытывая от этого огромную радость, удовольствие и чувство счастья, наслаждаясь каждым днем своей жизни просто так и без всякой причины. Как состояние? Как в тумане. Я сиял, мне 6 лет, как ощущение? Я мне 6 лет. Да. Меня отдают в другую семью. Пусть и к тете, но в другую семью. Как ощущение? Иду к тете. Иду к тете. Как я себя там чувствую? Прячусь за нее, но иду. Как вы ощущения в ягодицах в этот момент? Нормально. Нормально. Прошло вот это ощущение, что сейчас кожа разорвется? Да. Так. Теперь возвращаемся в ваше тело непосредственно. Вспоминайте, когда вы натираете себе ягодицы, долго сидите или еще что-то происходит. Как ощущения сейчас, когда я это пытаюсь вспомнить? Вроде как нормально. Прошло не чувствую. Да. Как я сейчас свою кожу ощущаю, если вы просто руками локти свои потрогаете? Ну, сухая так-то. Сухая, да. Окей. Давайте поработаем еще с вашими личными травмами, которые вы получили, когда получили известие от родителей в 32 года. И от потери мужа сколько вам было, когда муж умер? 47. 47 лет. 47 лет. И тогда кожа обострилась второй раз, да? Да. Окей, хорошо. Наиля, скажи себе, не один день я оживаю от своей мамы. Не один день я оживаю от своей мамы. В этот момент ко мне приходится обохать и говорить мне. Дорогая наиля, в твоей жизни не получится так, что когда тебе будет 32 года, ты получишь письмо от своей мамы, где она напишет, что их дом или ваш дом родительский сгорел полностью вместе с половиной деревни. И в этот момент не будет рядом твоего супруга, которая будет в командировке. И ты почувствуешь, что ты ничем не можешь помочь своей маме и очень сильно будешь по этому поводу переживать. Но это для того, чтобы именно в этот момент ты почувствовал себя абсолютно счастливой, уверенной в себе, самодостаточной женщиной, которая знает, что и у мамы, и у папы, и у тебя самой, и у твоих детей все будет хорошо в жизни, здесь и сейчас, и в будущем. И это для того, чтобы ты всегда ощущал присутствие Бога в своем сердце и наслаждался бы этим ощущением. Это для того, чтобы твоя жизнь складывалась под защитой высших сил. И это чувство сопровождало бы тебя на протяжении всей твоей жизни, каждый ее миг и доставляло бы огромную радость. И если в твоей жизни произойдет так, что когда тебе будет 47 лет, твой муж нежелино умрет, то это для того, чтобы ты в этот момент почувствовал себя еще более счастливой, самодостаточной и уверенной в себе женщиной. Которая знает, что счастье это то, чего ты достойна, просто так и без всякой причины. Это для того, чтобы воспринимая себя в этом мире, ты всегда ощущал себя частью чего-то прекрасного, божественного и уникального. И это для того, чтобы это чувство надежно закрепилось в твоей памяти и управляло бы твоей самооценкой. А все остальные негативные ощущения полностью бы растворились и навсегда покинули твое сознание, подсознание и всякую твою память. Как состояние? Хорошие. Как телеощущения? Нормально. Нормально. Так, давайте с трясучкой поработаем головой, потом посмотрим, что произойдет. Итак, когда началось трястись еще раз? Повторите причину, когда запустился. С этим у меня смешное такое есть. Давайте. Порвать мы любим. После института я приехала как раз в Новокузнец. Через год, наверное, не на практику, на работу меня вместо приемщицы послали. Я стояла, принимала вещи. И напротив, это дом бытовых услуг был, и сидела женщина, швея, швея, ну, шикла, наверное, там, так нормально, не помню. Вот я на нее смотрю, она напротив меня шьет, вот так. Целый день на нее я... Чуть-чуть повыше телефончик, а то у вас... А, вот, да-да-да, особенно когда юмор, это очень важно, да, так. Вы смотрите на нее, и что дальше? Я на нее смотрела, и у нее, как начинает шить, у нее вот так голова начинала. И мне показалось, как будто вот курочка клюет там. Это мне так было смешно, я взрослый человек, 23 года, взрослый же человек. Но мне было так смешно, я не могла вот эти... А у нее вот так тряслось? Или вот так тряслось? Как тряслось? Так же, как у меня. Вот так вот так же? То есть не курочка, а просто нет-нет-нет, да? Да, да. Да. И как... После смерти мужа, вот я после стресса, как бы, ну, после папы тоже, после гроба, когда сидела, так начинала меня сильно трясловаться. Я не могла мне... Ага, папа умер сколько вам было? Папа умер, мне было 50. То есть с мужа это началось в 47, потом затихло немного, а в 50 прям вот уверенно стало уже возникать? Да. Да. А было как раз вот 23, это 46, 23 с половиной где-то я вот с этого женщины-то видела. То есть вот это мужчина с руками, у кого был псориазм, у меня тоже было такое отвращение. Когда у меня не было, когда молодая была, видела на руках. А вы знаете, какая штука, подсознание все заранее знает, что вас может ожидать. И когда человек что-то триггерит сильно в этом мире, да, вот он на что-то реагирует, и вот прям внимание его вычленяет, то это может быть знак того, что вы с этим столкнетесь наоборот. Вот типа смеяться хочется, или на что-то ты бурно реагируешь, это ты в своей жизни это преднесешь. Потому что либо подсознание уже на это запрограммировано, либо ты себя программируешь в этот момент, привязывая себя эмоционально к тому или иному действию. Смеясь над человеком в чем-то, да, или вот вдруг внимание оно само приковывается. Многие люди сейчас, кто вот эфир чувствует, могут таких историй вспомнить. Когда что-то было такое необычное в жизни, вы приковывали внимание, у вас была неконтролируемая реакция. Очень часто потом эта проблема коснется вас. Ну это к чему, что обижаться не надо, да, вот к этой же теме. Только обидно это негативно, а бывает и поржать все время хочется, ты вот прям реагируешь на каких-то людей, или на что-то в этом мире, и у тебя это резко вызывает вот такое проявление, а потом это возникает у тебя. Потому что эмоциональная реакция создает канал, как бы, да, взаимодействие с этим, и мозг запоминает эту стратегию, и вырабатывает на нее, как на симптом, как на аллерген, как на что-то такое, да, свой стереотип реакции. И потом он запоминается, и потом включается при определенных потрясениях. Понятно, да? Какая штука происходит? Ну давайте с этим поработаем. Сейчас ощущение, вот почувствуйте, когда голова трясется, прям вот, вот вы его прям почувствуете. Когда вот она берет, трясется, вот ей хочется потрястись. Вот эту хотелку поймать, просто во внимание не надо останавливать, пусть трясется. Но ощущение, вот это желание потрястись, просто поймайте его в своем внимании. И скажите, мне 40 лет, это ощущение есть в теле? Мне 40 лет. Да, есть это ощущение в теле? Да. Мне 30 лет есть это ощущение в теле? Да. Мне 20 лет есть это ощущение в теле? Нет. Нет, у меня 25 лет. Есть это ощущение в теле? Есть много. Есть немножко. Мне 24 лет, как ощущение? Мне 24 лет, есть это ощущение? Есть тоже. Нет, 23. Есть это ощущение? Вот как раз, наверное, зародилось. То есть, вспомните, да, вот с этой ситуацией связано, да, когда вы в прачечне работаете, да? Да. И вот эта женщина вспоминается. Угу. Как ее звали? Я не знаю, это просто вот женщина напротив там. Так. Это разные другие. Да. И головой трясет. И вам смешно. И голова хочет. Ваша начинает тоже, как-то вот внутренне вы это чувствуете. Так, Порис? Да, я хотел еще повторить так. Хотелось повторить. Зачем? Вот зачем я хочу это повторить? Вот что влечет? Давайте распаковывай. Мне смешно. Я не знаю. Я не могу. Бессознательно просто. Мне смешно. Так, то есть это такой способ снятия стресса, правильно? Мне было скучно. Вот. Целый день. Снятие стресса. Вот вы это запомнили, что вот так вот, значит, стресс снимается. Становится легче. И когда вы нервничаете, то сейчас вот стресс снимается вот через это движение. И одна из стратегий вообще снятия стресса, это гипернагрузка на мышцы. То есть, когда через мышечную работу человек стресс снимает. Вот если вы пойдете в тренажерный зал, допустим, вы понервничаете, как и любой другой человек. Минут сорок там попотеете, как следует, часик. Стресс будет меньше. Почему? Потому что за счет мышечной работы и физической нагрузки громоны стресса, они разрушаются. И человек становится хорошо. То есть после физнагрузки всегда настроение лучше. Но физнагрузка может быть локальной, понимается. Вот здесь вот трясется, и тело это запоминает. И ему от этой тряски становится легко. Поэтому это способ адаптации, который выбирает мозг для того, чтобы снять нагрузку. Да, мне просто скучно было стоять, нечего делать. И вот я не знала, куда себя деть. И вот просто было смешно. Я отрепла. Да, давайте с этим поработаем. И так, Найля, скажите себе, мне один день оживотел своей мамы. Мне один день оживотел своей мамы. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит, дорогая Найля, в твоей жизни получится так, что в 23 года ты будешь работать в прачечной, и тебе там будет скучно, и ты будешь чувствовать, что это не совсем твое место. И ты однажды увидишь там женщину, у которой будет трястись голова. И тебе это станет смешно, и это будет как бы тебя веселить и приукрашивать твою грусть от нахождения в прачечной. Но все это для того, чтобы как только ты переступишь порог прачечной, ты почувствовал себя счастливой, уверенной в себе женщиной, у которой начинается трудовой путь. И именно этому, благодаря этому, ты себя будешь чувствовать всегда защищенной, уверенной в себе, жизнерадостной и уверенной. И если ты, находясь в прачечной, увидишь и вспомнишь женщину, у которой трясется голова, то тебе это будет абсолютно безразлично и неинтересно. И ты просто поймешь, что у человека есть какой-то стресс, и таким образом этот человек снимает этот стресс. А тебе не надо снимать стресс, потому что ты и так жизнерадостная, уверенная, счастливая и самодостаточная. И если в будущем получится так, что ты испытаешь шоковые события, когда в 47 лет умрет твой муж, а потом в 50 лет умрет неожиданно папа, то это для того, чтобы ты почувствовал себя абсолютно счастливой, самодостаточной, уверенной в себе женщиной, которая кайфует от этой жизни просто так и без всякой причины. Это для того, чтобы у тебя наступило глубокое мышечное расслабление, и ощущение себя абсолютно самодостаточной, счастливой и под защитой. Как состояние? Хорошая. Хорошая. Я в прачечне. Я в прачечне. Вижу женщину, у которой трясется голова. Как ощущение? Не смешно мне. Не смешно. Что с моей шеей происходит в этот момент? Расслабляется, кажется. Расслабляется. Вот побудьте там. Вот в эти 23 года, когда вы прачечне, видите женщину, которая трясется. Что-то вот прям побудьте там. Понаблюдайте за своим телом. Как там? В шее. В 23. В 23. Как там? В 23. В 23. В 23. В 23. Отпускает, кажется Побудьте там, побудьте Зафиксируйте себя в том возрасте Когда вы сказали, что чтобы было весело Надо головой трясти А вы себе говорите, что чтобы было весело Надо танцевать И представьте, что вот эта женщина Не головой трясет, а начинает танцевать Вот именно она встает из-за стола Начинает танцевать Всем телом И вам действительно становится весело Интересно, что вам можно взять И в жизни взять и потанцевать Включив в это все свое тело Руки, ноги, спину Таз Как ощущения при этом? Мне тоже хочется танцевать Так, прекрасно Я эта женщина На какой-то момент времени Я это она Мне всегда хочется танцевать Я чувствую энергию в своем теле И она меня пускает в пляс Как ощущения? Хорошо Хорошо Теперь постепенно возвращаемся В более поздний период жизни Вам 50 Умирает папа Какое ощущение? Как ощущения? Тяжело Где тяжело В плечах Опять в плечах Да, в плечах Что для вас папа был? Защита Что еще? Опора Наверное А муж Кто был для вас? Муж тоже был в опоре Тоже был в опоре То есть сначала опора От мужа ушла Потом от папы Когда муж умер Я почувствовала Как будто у меня нет одного крыла Как бы Долгое время Так себя чувствовала А где это крыло было? В каком месте тело? Крыло Отломанное Висело просто Где отломанное висело? Вот как Где вы его ощущали? В руке вы его ощущали? Или в спине? В руке, да В правой руке В правой руке Хорошо Давайте с этим чувством Сломленности поработаем Потери опоры Тоже еще триггер тот Мне один день Оживать его Свою мама Мне один день Оживать его мама В этот момент Приходит Бог И говорит Дорогая Наэль В твоей жизни Получится так Что Когда тебе будет 47 лет У тебя сначала Умрет муж А в 50 лет Папа Если в этот момент Ты почувствуешь Потерю опоры То это для того Чтоб твоя опора Стала еще сильнее И это ощущение Надежно бы закрепилось В твоей памяти Это для того Чтоб ты чувствовал Что высшие силы Тебя всегда берегут И дают тебе опору В жизни Просто так И без всякой причины Это для того Чтоб ты шла по жизни Легко И получала бы От этого Огромное удовольствие Как ощущения? Энергия как будто Появилась Все подбросило меня Ну вот блок От опоры Ушел А ведь это очень Правильное ощущение В человеке То что ты Имеешь опору Не в людях А вообще в принципе Если значимый человек Уходит из жизни Вы ее теряете И вот здесь Подточила самооценка Муж там Тоже подточил Самооценка И тогда получается Вот этих набор стрессов И порождает О том что Ничего не хочет Сидел в жизни Да нет энергии И приехал Со всеми отсюда Вытекающими последствиями Ну вот А на самом деле Выход на пенсию Наэль Это не решение проблем Это отказ От их решения Я уже понимаю Вам не надо На печке валяться Да И ждать Когда там Смертный час придет Надо жить И получать От этого удовольствие Причем Трудовая деятельность Это одна из форм Реализации Своей энергии Которой у вас На самом деле Полно Да Я уже не знаю Сюда куда Деть Две недели прошло Уже сумасшедший Начинается Так Причем Ну Вы Ну Мудреная Женщина На самом-то деле Не глупый человек И можете Пойти дальше Учиться Спокойно Причем Смотрю Всякие Да Это у вас Неплохо Получится Причем Не обучение Там Сиксоматике Или что-нибудь В этом роде Там Ну Рецептики Это модно Но это Немножко не то Я про Именно Профессиональную Деятельность Я хочу Онлайн Как-нибудь Работать Еще не Определилась Вам Не самой Надо В онлайне Работать А организовывать Бизнес Может быть Он и онлайн Будет Может быть В коллаборации С кем-то Но у вас Очень хорошие Управленческие Компетенции Есть Вы Человек Структурный Умеющий Уже Глобально Структурно Мыслить Не у всех Это развито А у вас Это есть А вы Этот навык Не используете Сейчас Думаю Что пенсия Это то Что вам Надо Это на самом деле Не так Потому что Начав Думать Системно И применять Это Собственное Природное Свойство На деле Вы себя Абсолютно По-другому Почувствуете У вас Ощущение Молодости Еще Сильнее Наступит В теле Здорово Ну Это так И есть Поэтому То что У вас Тянет Заняться Бизнесом Или каким-то Делом Это очень Хорошо Просто Размышляйте Задавайтесь Вопрос Что бы Это могло Быть Что бы Вам нравилось Чему Да Вы будете Готовы Поучиться Но у вас Тогда Начнет Складываться Получаться Как Сама Сейчас Найдет Вообще Отличная Энергия Появилась Чего Хочется Делать Хочу Что-нибудь Делать Не знаю Что Но Хочу Выбежать Побежать Куда Куда Из Тюмени Не в Москву Побежать Ну У вас Вот Даже Многие Наверное Со мной Согласятся Даже От кожи Другое ощущение То есть Она как у вас Стала более молодой Расправленная Такая Со свежим Оттенком Даже возраст Он лет на 5 Сразу улетел Мгновенно Ну После нашего общения 40 минут Даже больше Беседуем с вами Потому что У вас Непростой случай Да И Давно Существует Заболевание Вот Значит Что надо будет делать Во-первых Никакая пенсия Вам Не грозит Это я вам Точно обещаю Вы не сможете На ней находиться И поймете Что это у вас Морально Разлагается Это ваша пьянка Только вы не пьете А морально Разлагаете Выпадаете В осадок Да Но не с помощью Алкоголя А с помощью Казалось бы Ничего не надо делать Та работа Которая сбыла Она просто была Не вашей А вы на ней Что-то там делали Непонятно что И вам Пора переходить От стратегии Дайте хоть какую-нибудь Работу На ту работу Которую вы Создадите себе Сами Или вы Продав свои Компетенции Уйдя в какой-то Структурный бизнес Где вы будете Один из ключевых Игроков В этом вопросе Либо какую-то Идею Начнете развивать И понимать Что это востребовано Это нужно этому миру И вы Нужны этому миру И тогда Все будет нормально Вот То что касается Тела Надо дальше Со собой наблюдать Тело моторное Вот эта привычка Болтать головой Надо просто Перестроить дальше Очень хорошо В этом будет помогать Медитация Шавасана Чтобы вы Растворяли тело И Глубже нарабатывали Рефлекс Когда его Как бы нет вообще И тогда Ощущение Как с чистого листа Оно начнет строиться Потому что Стратегию Именно За счет Тряски головой Снимать напряжение Вот Мы Программу почистили Теперь надо Наработать Полное расслабление Потому что Это как привычка Не имеющая Под собой Огромной силы Просто вы знаете Как привыкли В носу ковыряться И все время Хочется Другой рукой залезть И вот Чтобы это Пришло Надо Глубже еще Расслабиться И некоторое время Вам нужно И Идя по пути Развитие своих талантов И снятие стресса У вас Потребность Тряски головы Потом у вас Сама исчезнет Забудьте Что Это когда-то Либо делали То есть Либо это еще Надо там Несколько 17 Гипноза Чтобы шея расслаблена Я спокойна Я чувствую Полный комфорт В шее И мое тело Вообще все комфортно Прямо такие Оперативные внушения Поделать Но лучше Можно само поделать И тогда Состояние будет Гораздо лучше И тело Должно плясать То есть Все работает Тогда вы будете Не локально снимать Напряжение Интеллектуально Оно вот С этим связано С мыслями А через тело Это пропускать И тогда Вот эта привычка Она воспокинет Спасибо большое Тогда как дети Ребенку Когда ему что-то нечего Он каприз начинает Он орет Обычно всем телом А-а-а Вот это все выражает Ребенок снимает стресс Таким образом Или играет во что-то Но человек Который зажимается В теле Он какой-нибудь Одной областью Когда совсем уже плохо Начинает реагировать А парень Снимает эту нагрузку Или более там Культурный Элемент Уроженности Это спорт Какой-нибудь Динамичный Когда все тело Принимает в счастье Ну либо там Специальные техники Типа парноям Голосовых Воздействий Вот так Спасибо большое Смотрите Где-то через Пару месяцев Можно будет оценить То что мы с вами сделали Но надо продолжить Надо продолжить Работу с собой И надо развиваться В этой жизни Не надо на пенсию садиться Ни в коем случае Это минус Хотите быть молодой Здоровый Будьте Нет проблем Вообще Спасибо вам большое Да Ну все Удачи Счастливо До свидания Спасибо 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 Спасибо